Как мне скучно. Ни компьютера, ни телевизора, ни даже радио. Весь день смотрю в окно, смотрю на птичек, считаю сколько машин меня проезжает. Андрей, ну ты почему такой нюня, а? Ну просто смотреть на тебя уже страшно. Ну что ж такое, весь день хнычешь и хнычешь. Рома, ты мне хоть одно доброе слово сказал, пока я здесь лежу. Ты не заметил, пока ты весь день носишься по больнице сколько хочешь. Я тут все время сижу в инвалидной коляске, смотрю в окно. У меня сломаны обе руки, у меня сломана нога, у меня на голове повязка. Мне заняться нечем. Дети, у меня для вас сегодня сюрприз. Собирайте ваши вещи и идите за мной. Что за сюрприз, как ты думаешь? Не знаю, но я люблю сюрпризы. Может быть, что-нибудь вкусненькое дадут покушать. Или, может быть, телевизор, наконец-то. Или представь себе компьютер с PlayStation. Дети, сейчас я вызову лифт и мы с вами поедем на первый этаж. Кстати, Рома, молодец, что взялся за коляску Андрея. Молодец, что ему помогаешь. Так, а теперь не подглядывайте. Я открываю дверь. Заходите, осторожно. Не подглядывайте. Та-да! Итак, мы заметили, что вам скучно. И поэтому мы открыли в больнице специальную комнату для детей. Здесь много разных игрушек. И в первую очередь у нас тут вот бассейн с пластмассовыми монетками. Ура, как классно! И мы с тобой в больнице единственные дети сейчас. Можно тут играть весь день, нам никто не помешает. Не говори, я просто счастлив. Дождаться не могу, как бы туда прыгнуть и опробовать. Ну вот, я надеюсь, вы довольны. Я вас оставлю здесь одних. И увидимся с вами на вечернем осмотре. Надеюсь, вам понравится. Смотри, Андрей, смотри, как я умею. Какие классные монетки. Они доходят мне до колен. Это очень здорово. Они так прикольно щекотят. Я думаю, смотри, как я могу здесь на спине, на животе. Могу на голову встать. Ну да, это прикольно выглядит. Ну, к сожалению, не могу к тебе присоединиться. У меня сломаны руки и нога. Я не смогу туда один залезть. Ой, да, если честно, я как-то забыла об этом. Да, жаль, что так все получилось. Ну, давай, я тебе попробую помочь. Я помогу тебе. Прилази сюда. Давай, подвигаю тебя ближе к бассейну. И давай, здоровой ногой вставай на край. И я тебя подтолкну. Помоги мне, помоги. Мне так неудобно. Да, сейчас, сейчас я толкаю. Давай, продвигайся вперед. Осторожно, не двигай руками. Ура, получилось. Да, правда, Рома, это классно. Спасибо тебе. У-у-у, смотри, как я могу. Я могу встать на голову. О, это классно. Жаль, что я так не могу. У меня, к сожалению, голова перебинтована. Скажи, Рома, а почему ты вообще постоянно так действовал мне на нервы? Ты ведь вроде бы доброжелательный парень. Если честно, я не знаю. Наверное, это из-за того, что мы учимся в параллельных классах. Понимаешь, мы все время соревнуемся между собой. И в наших классах так принято, что мы постоянно, ну, подшучиваем над параллельным классом. Но вообще, по-моему, ты отличный парень. И мне очень жаль, что с тобой такое приключилось. Что ты ходишь в гипсе. И я надеюсь, что ты скоро выздоровеешь. Давай подружить. Я больше не буду тебя обижать. У Рома меня сейчас, конечно, удивил. Но, конечно, я согласен. Мне это очень приятно. Ну, вот и хорошо. Так, мне нужно сходить в туалет. Увидимся через 5 минут. Эй, Рома, куда ты пошел с моей инвалидной коляской? Ты что? Зачем она тебе нужна в туалете? Ха-ха, обманул, обманул. Никакой ты мне не друг. Забирай твою коляску, а ты теперь сам тут разбирайся, как ты отсюда вылезешь. Ха-ха, пока. Блин, вот какой же я дурак. Зачем я поверил этому Роме? Ну, подожди у меня. Снимут мне гипс. Ты у меня получишь. Я тебе за все отомщу. На сегодня все. Если вам понравилось видео, то поставьте нам лайк. И если вы хотите смотреть наши остальные видео и оставаться в курсе наших дел, то подписывайтесь на наш канал, и тогда вы все о нас будете знать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok